так здравствуйте друзья мы с вами находимся в архиве видите 2012 год 10 лет прошло я выбрал самое безобидное потёрка безобидно без всякой политики письма переписку это называется вдохновение души страшное время в основе письма анара фатахова его электронность я убрал видите как мы стали бояться всего вот лежит реакция на эту книгу вот поехали доброго здравия учитель все это интересно а местами забавно как закончить соседних опыт и ознакомлюсь всей книгой я тоже более-неболее думаю обо всем что нас окружает новые можно объяснить с легкостью если принять что мы все вроде как материально и все мысли это записывается из какой-то объем на хранилище на земле в космосе их можно прочесть только надо это уметь много не поддается моему разуму устройство галактики и прочее кстати когда подумаешь сейчас уже говорят галактика миллиарды а каждая из сотен миллионов звезд или миллиардов разве это может уложиться в голове можно все рассчитать и не досчитать до миллиарда у меня часто бывает так пишет что мы видеть что-то управляет помогает правильно выбрать дорогу мы с вами родной крови брат все как у меня и это происходит тогда я перестаю думать логически все происходит спонтанно когда у меня согласия со всем и со всеми я начинаю дышать полную грудью хочется лететь ввысь болезни уходят энергия меня льется рекой соседи никак не могут понять откуда у меня столько силы я чувствую присутствие добра одно из как я его обратная сторона если бы люди жили добром и земля жила бы вечно по поводу узора на стекле могу добавить что ваша точка зрения правильно такие же узоры есть на блоках камней многих путаются каменевшими древними растениями у меня был во дворе белый сибирь гор но эти твора сейчас и находятся в нем такие камни все-то кристаллы и каркасы определенной конструкции я хотела не меньше общего сознания науки и что такое наука как нам ее преподносит на данное время только вред наш прогресс идет не по той дорожке для меня наука это наблюдение и понимание природы сейчас я остановлюсь и скажу прокомментирую вот это вашу точку зрения правильно по поводу узора на стекле узоры на стекле это материальное проявление биоэнергетики и материальное проявление силовых каркасов я еще называю лекалами вот это объяснение того они красоты необыкновенные это не наряпанные пятна вот мы это с вами проходили это одна из будущих на близких премий только достанется ни нам ни россиян вот жизнь зародилась в воде вот специальные созданные наверное тренировали лет назад может богом скорее всего богом силовая структура и когда эти силовые структуры не просто когда-то слепались друг дружкой эти молекулы из ста появилась первая почка клетка живая когда она появилась она вот так сложена что это все сказки вот когда это проявлялось когда молекулы встраивались готовые конструкции тогда появлялись клетки и прочие склопендры я уж так обратно вот когда-то мое открытие мое объяснение и специально посвященное этому и фильмы и статьи которые не это самое не были наукой понятым с этим наука и поняла один из представителей науки профессор бояков я рассказываю о фильме я показывал его фитографию я показывал его фильм для телеканала наука я говорил что появились намеки что вода не только растворяет разрушает строить эти намеки это моя теория жалко пройти мимо такого открытия я понял повторяю как он пишет поводу узору на стекле буду добавить что ваше . зрение правильно ну просто очевидно что ему понятно а тем как приказано запрещено считать кроме элементарного материализма по в общем-то довольно необразованному человеку которого называются ардарем с тех пор миллионы раз больше стало информации можно было понять уже все но не поняли я таких случаях вспоминаю что анекдоты очень интересные минут когда когда учитель математики приходит домой расстроенный жена к нему что-то случилось дорогой я понимаешь уважаю какие-то по математике не понимают что я могу сделать как приведи пример как я рассказал я рассказал все в этом нарисовал они не поняли а второй раз раскрыл ты ленева фифагора вот они не поняли а третий раз рассказал терем и наконец-то сам понял а не так и не поняли так вот кеша войков понял, но и мне язык не пытался сказать, что это теория, что это пусть хотя бы гипотеза, что этим он бы застолбил, потому что кто меня видит, кто меня слышит. Он бы застолбил это понятие. Вот. Но не судьба. Ну вот, а пока он разбудил меня Анна Потаха, он разбудил меня вот эти чувства. Давайте дочитаем его письмо. Вот. Я, как и вы, не имею ни о чём вообще с сознанием науки. Да что такое наука, как они преподносят. Кстати, вот эта дурь материалистическая, и сама, это опять я прервал Амур. И то, что мы называем это материализм. Вот. Это страшная вещь страшная. Она как раз и позволила убивать людей, расстреливать, бросать бомбы на женщин, на детей. То, что происходит сегодня. 10 декабря 22 года. Потому что Бога нет. Отменили Бога и начали убивать. Вот. И вот дальше Амур. На данный момент от науки только вред. Наш прогресс идёт не по той дорожке. Для меня наука это наблюдение, понимание, породия. Как только начал обращать внимание на всё живое вокруг нас, растение, животное, у меня что-то произошло. От меня сколько это добрая волна. Птицы меня перестали бояться. Мышки и жабы на моё присутствие не обращают внимания. Весной копаюсь сады на голове кепка с объёмным козырьком. Тут кто-то прыгает мне на голову, а потом вижу маханьки лапки с коготками на кончике козырька. Маленькие глазки и крылья смотрят. Под кепкой на меня воробишка. А дать почему? От человека нора не исходила агрессии. Волна агрессии. Понял. Вот. Итак, про воробишка. Он ещё потом несколько раз так делал. Может, его пусть можно сказать, что-то хотел. По-моему, всё это заканчивается и что войдёт неосезаемой материи. Да, биополе, которое вокруг нас. Конечно, продискутировать лучше вживую и в располагающей обстановке без спешки. Пожелания всего доброго вам и Николаю Ивановичу. Но я себе такой, думаю, всего хорошего одно. Вот так, друзья. Спасибо вы поддержали, особенно с этими шизорами на стекле, которые раскрыли величайшую тайну планеты. Непонятую, непризнанную. А теория происходящего жизни не забывали пожелали в рот пожел потом. Всё, друзья, давайте закончим хотя бы этот кусочек. У меня таких песен сотни, а может уже и тысячи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...